И всем приветульки, красотульки! С вами Леон и Маугли. О-хей, мои дорогие! Остранифты! Острануфты, астронавты! Да, мы продолжаем играть, собственно, в Остраниф, как вы уже догадались. И мы играем на моей территории, это моя планета. Всё, я понял, я понял, ты её доишь. Всё, молчу, молчу. Да, это моя, и я её даю. В общем, я для своих зрителей скажу, что с Графауни мы, к сожалению, не успеваем поснимать эту игру, поэтому сегодня мы как бы вот... Гастарбайтера нанял, ну так и скажи, рабочего, чтобы он тебе тут всё копал. Гастробитер! Гастробитер! Надо вспомнить, что нам нужно сделать. Вообще, у меня тут такая история приключилась, что ты там... Леон, помоги! Да-а-а-а! Не надо, не копай, не яму! Ты чё делаешь? Перестань! Сейчас пуповина порвётся, и всё! Ой, кажется, я тебя совсем зарыл с концами, да? Конкретно? Ну нет-нет-нет, я вижу небо. Ты, главное, меня не зарывай, потому что иначе я провальруюсь в текстуру, пожалуйста, нет! Кажется, кажется, я это уже сделал, да? Отрывай, не-не-не, отрывай меня. Погоди-погоди, давай я просто вырезу. А-а-а-а! Всё, я улетел на машинке! Как ты мог так со мной поступить? Гастробитера... И то угробил, блин. Уже ты маньяк вообще конкретный. Вызвал меня, значит, к себе на планету, взял и уничтожил. Ну что это такое-то? Я лечу в тёмные дали. Нифига не гостеприимный парень. Ну да-да-да, это точно. Ну ладно, давай. Я тебе вот, значит, довожу до твоего сведения, что вообще происходит. Вот наша база, да, все дела. Да-да-да. А у меня была такая вещь, что я совершил ошибку очень жёсткую. Это вот сейчас ты меня зарыл, да? Вот ты про это? Да, я вот, во-первых, это сделал очень жёсткую. Да, я на самом деле про кое-что другое. Дело в том, что когда ты приземляешься на планету, оставляешь свой челнок, ты от него можешь делать модульки маленькие, которые либо ты можешь продолжать, либо на них делать большие модули, на которые можно уже крафтить. Ты уже понял, о чём я, да? Вот, значит, я сделал четыре в разные стороны больших модуля и понял такую вещь, что дальше я не могу продолжать стройку маленьких модулей, чтобы расширять свою базу. То есть, понимаешь, прикол был в том, что я ограничил себе возможность крафтить дальше базу. Да, но последний модуль, на котором я мог что-то построить, благо был свободен, и я построил принтер, на котором я сделал ещё одно жилище, вот такое вот центральное, и мы ушли под землю с графонем, и там основали вторую базу. Вот, тебе её надо, кстати, показать. А где ты, вот, я к слову? Вот знаешь, где я? Я всё-то лечу, и такое ощущение, что я... я долетел до ядра, и теперь я вылетел, смотри! Ты видишь? Алло, да-да-да, вижу. Я реально долетел, похоже, что до ядра, и меня просто обратной гравитацией как-то притянуло обратно на поверхность. Я сам не понял, что-то произошло. Знаешь, что прикол? Я твою вот эту машинку, которая у тебя была здесь, не знаю, что это, кабина какая-то была, она улетела в небытьё, всё, её нет теперь. Да ты чё? Да! Мне пришлось её оставить. Нет, я должен был выбирать, жизнь или кабина. Я выбрал свою жизнь. Ну и хорошо, главное здоровье. Вычстишь потом из моей зарплаты. Ну ничего, поможешь мне просто коммуну. Хорошо, хорошо, всё буду устроить. Так, вот пойдём по верёвочке, просто я уже немножко забыл, что у нас на второй базе, мне просто даже самому любопытно, что... Это мы под землю сейчас с тобой пойдём? Это мы сейчас, да, пойдём под землю. И там, кстати, в чём прелесть? Так, секунду, а почему здесь два... А, я вспомнил, ладно, пойдём. А, стоп, нет, это немножко не тот путь. Ладно, пойдём. Чё-то ты мутишь, а? Чё-то ты мутишь. Ниточки, ниточки здесь хорошо есть, фиг заблудишься. Ну да, 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 факт. Это, кстати, хорошее решение, с одной стороны, оно придаёт сложности игре, с другой стороны, её реально сильно облегчает. Ну да, в своём роде. Блин, ты долетел до ядра. У меня была отдельная серия, как я рыл до ядра. Получилось? Я рыл до ядра. Да. То есть это прям там ядро конкретное или что там? Там, короче, получается, мы разбирали этот феномен. В общем, на планете, вот есть гравитация, да, вот мы здесь прыгаем, но чем ближе к ядру, тем гравитация ниже. То есть мы начинаем там как по луне, знаешь, прыгать, но вообще там нету её. Как будто она только на поверхности. Но при этом в центре планеты находится такая, скажем, отправная точка, где нас может перевернуть с ног на голову. Ну да, да, логично. Это логично, да. И вот как дальше вот там быть, мы ещё пока не определились. И мы подумали, что было бы неплохо добраться до луны и попробовать прорыть её насквозь. Или вообще, знаешь, вот идея фикс просто взять и луну, до неё добраться и раздербанить её. Полностью уничтожить данные ресурсы. Ну не полностью, но кусок, чтобы прилететь уже на вот эту планету и с этой планеты смотреть на другую, на спутник вот этот луну. И как от неё кусок, короче, просто остался. То есть смотри, а по идее же можно взять и планету напополам распилить. И тогда две половинки должно летать. Да, вот, и это мы и хотим сделать. Ну в общем, это мои дальнеидущие планы. Сейчас надо, главное, разобраться, что нам здесь делать. В общем, энергия, подпитка под землёй не такая, как на поверхности. Естественно, здесь нет солнечных батарей, но мы провели вот эту нить с первой базы до второй и как бы подпитываем нижнюю базу. Хватает электричества? Электричества. Хватает, не хватает, на самом деле, особенно ночью. Поэтому мы используем такие вещи, как органические ресурсы для генератора. Сейчас вот мы вот так вот подсоединим. Как раз я вот хочу исследование провести. Но тут в основном в чём фишка? Тут вскрываем вот эти вот яйца, да, я их называю контейнеры. Это кейсы. Овервач или кейсы CSGO. Кейсы конкретно, да. И в них падает титан. Или второй тоже важный ресурс, такой очень сложный. Я забыл его название, сейчас, наверное, как раз он выпадет. Потому что это закон подлости или наоборот. Так, посмотрим. И они меняются на нужные нам ресурсы. О, это что такое? Уголь. Вау, нифига, я вперёд уголь вижу. Бери уголь. Но он, получается, идёт, кстати говоря, как тоже, как ресурс топливный. Тут очень много вещей, скажем так, в игре. Контента, который рассчитан именно на выработку энергии. Потому что надо как-то выживать. Да. Подпитывай всё это. И можно достигнуть такого развития, скажем так, геймплея, когда вот ты построил две такие штуки, очень важные. Называется обменник продать платформа, называется. И вроде как топливный генератор, бак, что-то в таком духе. Я вот его вроде хотел как раз построить. Да, вот синтезатор топлива. А, конденсатор топлива. Вот я его и хочу построить, мне нужны две меди. Вот, значит, в чём суть? Конденсатор топлива перерабатывает энергию, которая хранится на базе, в топливо. Это топливо можно использовать как валюту для обмена на другие нужные нам ресурсы. То есть мы подходим к специальной платформе, вешаем на неё вот эти вот все топливо, которые хотим обменять, и выбираем то, что мы хотим получить взамен. Отправляем куда-то в космос, куда-то она там летит, условно, к другим игрокам, которые играют. И присылают им на то, что мы захотели себе, собственно, привезти. Вот такая вот, вроде как, уже изёвый становится геймплей. Не надо добывать постоянно, что-то бродить, и можно сконцентрироваться на строительстве космических станций, ракет и так далее. Хорошо, а вот чем мы займёмся сегодня? Вот что, по твоему плану, мы должны сделать для твоей базы, чтобы... Сегодня, по нашему плану, мы должны, во-первых, построить конденсаторный вот этот вот конденсатор топлива. Но это, наверное, сейчас пока что первое. Но это медь для него нужна, насколько я понимаю. Да, вот есть алюминиевая руда, надо переплавлять. Вот здесь вот есть печка. Вообще, нужно дождаться дня, чтобы у нас появился источник энергии. Ну, вообще да, вообще да. Ну, конечно, под землёй тут, как бы, механика, похоже, немножко другая будет у нас. Да, вот в том-то и веселость. То есть, в основном, все играют именно на поверхности. У них там есть своя база, они там её развивают, всё. А у нас немножко другой геймплей. У нас подземная база, это интересно. Такой экспириенс немножко другой. Слушай, а может быть, надо было на поверхности наставить солнечных батарей вообще до кучи? А там так и есть. Только видишь, там ещё пока что ночь, насколько я понимаю. Так, секунду, а у меня на спине медь есть, что самое интересное. Только сейчас обратил внимание. Хи-хи-хи-хи-хи. Две штуки у тебя есть. Две как раздашь. Раздве этого хватит. Угу. Так, сейчас отберу. То есть, всё равно, вот первая база, хоть мы и ушли на вторую, она очень важная. То есть, она... О, всё пошло. Пошло, пошло, пошло. Пошло, поехал, кондизатор топлива. О, готов. Так, энергия нет, понятно. Нам нужен конденсатор энергию. Смотри-ка, чего его немножко переделали. Мне кажется, обновление какое-то выходило, что ли? Возможно, возможно, нет. В общем, что находится на первой базе? Это тот самый обменник. То есть, всё, что мы здесь добываем, типа титан и так далее, мы его должны тащить туда и обменивать на те ресурсы, которые нам уже нужны. Вот. Плюс, там есть солнечные батареи, которые подпитывают энергией и вообще всё, что тут у нас есть. Смотри, ну вот конденсатор топлива, он, в него что мы помещаем? В него мы руду должны помещать или топливо? А в него мы должны помещать... А ничего мы не должны помещать, в том-то и прикол. То есть, он сам по себе работает? Ага. Потому что какие-то слоты здесь есть. Хотя, вроде, он ничего не требует. Класс. Смотри. То есть, конденсатор топлива, он перерабатывает энергию именно. Вот эти вот ячейки, да, вот чёрненькие. Они наполняются. Заполняются. Потом идут в переработку и выдаёт нам топливо. Вот эта штука выдаёт нам топливо. Это топливо мы себе цепляем на спину и благополучно идём на первую базу, ставим на обменник и получаем то, что нам необходимо для дальнейшего крафта. То есть, я правильно понимаю, что нам сейчас нужно ждать, пока у нас появится электричество на базе и оно будет сюда перетекать? Или нет? Или мы всё-таки должны что-то ещё сделать? Именно так. Именно так. Но есть ещё какой момент. Это чисто моя теория, но мне кажется, что мы провели коннект с первой базы до второй, особого электричества нам от этого не даёт. Как будто бы, знаешь, то ли баг, то ли... Ну, или надо ещё проверять, что первая база не питает вторую. Вот. Очень проблемные. Поэтому нам нужно придумывать такие вещи, как огромные батареи. Вот. Я вот сейчас просто это всё рассуждаю, бегаю, понимаю, что бесцельно склоняюсь. Я тоже не могу, честно говоря, понять, куда отправиться, чем заняться. Чем заняться? Ну, смотри, в принципе, под землёй бы почему-то землю-то выбрали, потому что здесь ресурсы всё ещё. Здесь ресурсы есть, да. Можно это всё делать. А вообще тут надо... Сейчас получается от Титан выпадает. Выпадал, по крайней мере. Я говорю, выходил, вышло походу до обновления, так как раньше угля не выпадало вообще. Я его в первый раз увидел. И это круто. Тут уголь начал падать. Ну, какой-то было, кстати, обновление. Я помню, что небольшое, что-то скачивалось. Может быть, это как раз было связано. Большой баланс. Ой-ой-ой, быстрей-быстрей-быстрей. Фу. Чуть не задохнулся. С этим ты осторожней. Смотри, какой прикол ещё. Здесь, когда ты начинаешь расходовать энергию, будешь подключённым к этому шлангу, то у тебя начинают идти пунктиры. Такие. Да, то есть подпитка. Да, то есть видно. Раньше этого не было, насколько я помню. Ты просто подбегаешь, и всё, он самозревает. А здесь как бы уже идёт конкретный отсылка. Потому что это оттуда идёт с базы. В питании. Что мы пошли наверх? Я пошёл наверх, я тащу туда титан. Ой-ой-ой, нет, уходим сейчас. Что, буря-буря? Там буря, да, набегает. Нас сейчас накроет. Надо подобрать что-нибудь такое, что нам не нужно здесь, утащить туда, обменять на то, что нам нужно здесь. Такая вещь. Допустим, соединение вот здесь куча лежит. Соединение это уже притащили сюда специально, чтобы продолжать. А это вы сюда притащили, всё ясно. Это мы, да, это сюда мы, припаку, у меня что-то есть, но тоже соединение какие-то есть, кстати, я могу и купить. Вот до обновления очень часто выпадал титан, и он прям вот там написано редкий, прямо редкий титан, но он на самом деле вообще бесполезный. Крафтов снимала, он дорогой, и во многом мы думали, честно, делать. Ну, просто его меняли, нужные нам ресурсы. Слушай, оплавильня есть у тебя здесь? Оплавильня, да, вот она здесь. Наверху только получается обменник и солнечные батареи. Ага. Основной здесь всё необходимое присутствует. Так, я надеюсь, что сейчас уже день наступит, потому что энергия нужна. Мне кажется, день стал дольше, вернее ночь. Здесь подземлю я вообще-то не заметил. Здесь как-то всё. Всё очень однотипно. Что день, что ночь. Говори. А это как в Майнкрафте, уходишь в подземелье и забываешь про то, что вообще здесь день, где солнце существует. Тут опасные грибы с морочки. Сморочок. Дедушкин табак. Так, ну ладно, хорошо. Если с этим мы разобрались, то сейчас, я предполагаю, можно подумать над, что мы будем крафтить. Следующее. Прям можно скрафтить машину. Я всё мечтаю отправиться на другую планету. Прям на шаши шаттли, прям залететь к небесам, к звёздам. Посмотрите, как это реализовано, насколько реально мы можем улететь туда. он мечтал о звезде. Песенку вспомнил. Чувствую с Ралеман. Но в Космонавты не брали его везде. Таких не берут в Космонавты. Я помню песню. Таких не берут, да. Хоккеистами таких не берут. Так, нам здесь нужно органическое топливо, да? Органическое топливо у нас немало. Да, либо органическое топливо, либо... Вообще, наверху есть такая вещь замечательная, как батарея. То есть, это огромная батарея, заряженная солнцем, скажем. И ты её таскаешь с собой? С большим количеством энергии. Её можно таскать с собой, но она настолько большая, что на спину ты её не присобачишь. Тебе нужно обязательно... В руках. Я не знаю. Либо в руках, либо машину для этого дела. Что я думаю, кстати, мы и сделаем. Я пошёл наверх. Слушай, а внизу вот... Сейчас... Получается, это что такое? А это что за хрень? Смотри, тут какие-то теннисные шарики лежат, 6 штук. Что такое? А, это такая штуковина, из неё выпадает лут. Но, по-моему, мы её уже обобрали. Понятно. Но, выглядит она круто. Это... Да, это типа как контейнер со вкусняшками. Эйрдроп. В общем, мои опасения подтвердились. Всё это время, оказывается, на первой базе была полностью заполнена энергией батарея, и она не расходовалась. А это значит, что коннект не доходил. Поэтому питать нижнюю базу нужно как-то иными способами. Но, смотри, вот об этой батарее я говорил сейчас и перед твоим носом. О, нифига себе, босичка. Хороший репауэрбан. Ага. Вообще в натуре пауэрбан. Так, ладно. И вот таких вот надо наделать достаточно много, и тащить их вниз, чтобы... Ну, смотри, их надо будет постоянно таскать туда-обратно, насколько я понимаю. Угу. По-другому же никак. Вот в этом фишка, что нужно построить машину в таком случае. И тут у нас еще какой момент пылся. Нам нужен литиум. Литиум выпадает именно из тех же камней, где и уголь, титан. Это вот тоже такой редкий ресурс. Но так как, я так понял, произошло обновление, и теперь выпадает очень много угля, литиум и титан действительно становятся чем-то таким... Неважным. Редким, что ли. А, редким? Редким, наоборот, да. И нужно думать над тем, что нужно нам, оно не нужно тратить куда-то. Я решил немного покосить траву. Коси и забивай, как говорится. Ну, забивай, в смысле, свой инвентарь. Ой, тихо-тихо, задохнуй, задохнуй, задохнуй. Так, тихо. Просто под землей, по крайней мере, если у нас будут органические ресурсы, тогда мы сможем, ну, в крайнем случае, на них что-то там... Это, да, это хорошая мысль. А я вот сейчас буду тащить вот эти две батареи. Я могу тоже взять что-нибудь. Я же могу тоже и взять. Можешь взять, да, и пойдем донесем внизу. Фишка в чем? Я построил верфь, если это можно так назвать, на которой строятся автомобили и космические корабли. Ага. И ее надо подпитать энергией, чтобы она хотя бы показала, что мы уже можем на ней что-то скрафтить. Вот. Хорошо, хорошо. Сейчас, сейчас. Как сложно с ней идти с этим бауэрбанком. Ну, то да. Что урон какой-то получает, я не понимаю, что... Может быть, ты падаешь из-за того, что здесь, если с высоты сходу, ты слигаешь, что... То, ну, это очень больно. Я вижу, как ты ее тащишь на полос до дружио. А как и идти, погоди, погоди, погоди. Надо спускаться в другом месте. У вас почему-то... А вот-вот-вот. Вот слева-слева я здесь. Я сейчас спущусь. Потому что здесь, если спрыгивать, то тогда ты получаешь урон. Если скатываться, тогда вроде нормально все. Но когда скатываешь, ты спрыгнишь, погиб. У тебя вообще можно? Да, можно, можно. Так, ладно, бежит. Так, вот-воткни ее, знаешь, где написано? Вот смола. Вот сюда, вот к ней. Сразу увидишь, как она будет питать всю нашу базу. Давай, погоди. Ой, тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, стань, стань. Вот так. А, фулл, пошел ко мне. Все, вижу-вижу-вижу, пошла жара. Так, пошло. Так, и вот здесь тоже есть. Так вот. Вот, вот эта штука, которая строит машины. Принтер. Или что это у нас? Транспортный, да. Это, вот, планета-ход. Тележка, вот, тележка, кстати, очень крутая вещь. Ее нам и нужно скрафтить. Для перевозки банков. Да, именно так. Шаттл нам надо строить наверху, потому что отсюда мы вряд ли взлетим. Четыре алюминия. Шаттл, кстати, да, я вот только хотел сказать, если мы построим шаттл, то как мы будем взлетать? Ну, чисто по игровой механике, мне кажется, она позволит это сделать, потому что там как будто космический корабль переключается немножко в другой режим. Режим обзора планет, как будто бы. Ммм, то есть мы не фактически будем управлять? Да, мы фактически не будем управлять, мы будем просто выбирать зону досягаемости. Ну ладно, нет, даже это прикольно. Но я думаю, что есть смысл все-таки его строить где-то наверху. Потому что фиг знает. Так, смотрим. Исследование началось. Исследование нужно. Смола. Что у нас такое? Смола. Обычный. Погоди-ка, смола. Ой, я первый раз смолу вижу. Слушай, действительно что-то добавили. А зачем нужна смола? Ребята, имеет смысл, наверное, продолжать периодически снимать Астронир, потому что обновление чего-то туда добавляют. Ну смола была, по-моему, смола у нас давным-давно уже появилась. Я первый раз, когда играл, уже смола была. Подожди, возможно, смола это и самый первый ресурс. Самый-самый первый ресурс. И он выпал из подземельного контейнера? Что-то новенькое. Я там каштан тебе загрузил. Каштан, дикий огурец. Давай. Сейчас что-нибудь выпадет. Дикий огурец. Но он реально выглядит, как этот киви. Не, не киви даже. Кружевник, кружевник, вот. Ну, такой инопланетный кружевничек. Инопланетный кружевник. Или это похоже на какой-то тайский фрукт. Отвратительный вкус. Сейчас он зарядится. Посмотрим, что нам в кейсе сегодня. Кейс Вастронир. Шоу. Да-да-да, открываем кейсы Вастронир. Попался Драгон Лор. Вау. Леон показал грудь за нож. Он свинтверк. Да, я думаю, что такое видео соберет много просмотров. Леон показал грудь за нож. Вастронир, конечно. Вастронир, да. Смотри, что-то у нас алюминий, да, выпал. Ну, тоже неплохо. Причем уже, что самое странное, обработанный. Какая-то странная фигня происходит. Ладно, тем не менее, вот как раз они-то нам и нужны были, алюминия. Алюминиевые. Огурцы, аааа. На незнакомой планете. Это... Еще один кейс. Все, смотри, машина строится. Ваааааааааааааа. Вот это просто 3D-принтер. Круто. О, еще и готово. Готово. Так, а теперь мы берем вот это кресло, присобачиваем его сюда. А вот он сейчас, слушай. Так надо две, наверное, два, наверное, кресла. И катаемся. И меня-то возьми с собой. А что у тебя там за шланг такой был? Че за хвост у тебя был тут Хвост? А, это, ну, он же тоже потребляет энергию И, кстати говоря, он пуст Он пуст, но он вообще не едет уже Нифига гон А вот, кстати, смотри, вот эту штучку Мы сейчас, получается, отключаем Ты че, у меня органику забрал у меня там? Я, да, смотри, я сейчас буду питать Это настоящий хайбрид Ха-ха-ха Сейчас тебе, погоди, еще на растениях Сейчас у нас тут будет Тачка на растениях Давай, давай, перь, собачью Так, сейчас О, он вот так вот не питает Надо вот органические получатся ресурсы Да, генератор небольшой Ты забрал генератор зачем-то А через него и проводится же этот ресурс Органический А, точно, потому что я вот поставил А он все равно не работает Верно, верно Слушай, как кабину сделать? Кабину тоже на 3D принтере мы делаем А, да, тоже на 3D принтере Мы не на этом 3D принтере, конечно же Это корабли фигачат И нам нужно еще одно кресло Которое, кстати, улетело вместе с тобой Да, вот я тоже, кстати, думаю Об этом, что нам два кресла все-таки нужно Чтобы ездить Полноценно Знаешь, еще какой вопрос я хочу поднять? Как мы отсюда выйдем? Ну, придется дорогу строить Видимо, нормально Да, придется дорогу строить Но с этим сейчас как раз вот я и порешаю Порешаю, порешаю Ну, какую-то пологую сделать, чтобы не так жестко было Подниматься Да, 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 что-нибудь как-нибудь вот так вот Я вот, кстати говоря, в искусстве строительства Вот этих всех Грунтов Уже Преуспел? Преуспел, да Именно Ландшафтный дизайн Где можно на работу устраиваться Лева не пропадет, если вдруг даже YouTube закроют Лева у нас не пропадет Будет садовником, будет ландшафтный дизайн Да, 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 да Будет грустный ли он? Почему? Почему? Может быть наоборот Ты обретешь то, чего тебе так не хватало Долгое время Ну, как же У меня же Самое мое Драгоценное Это мы и подпишем Так они будут приходить У тебя твои розы покупать Прикинь Ну, так-то, да В общем, не пропадем Так, тем временем Дорогу так Дорога, дорога, дорога В общем, мне кажется Она уже может проехать здесь Not bad Not bad Not bad Все, можно проверять Дорога построена, проверяй Давай, садись А какие управлять? Тут, кстати, еще небольшое Такое, но что Машина немножко управляется Да, да, я уже слышал А что делать? А, вот, вот Ты куда смотришь, туда машина едет Все просто на самом деле Понятно Ты садишься, нет? А ты просто не можешь Нет, куда сесть Тут за кресло нет Но я могу попробовать запрыгнуть О, не пинай машину Что ты делаешь с моей тачкой? Короче, просто попробую А, стой, стой, стой Тогда что, мы просто так, что ли Это все будем делать? Давай вот снарядим ее О, нормально, нормально Я прям чувствую, знаешь Была игрушка такая Я даже ее снимал одно время Giant Machines называется Или Giant Machines Где огромные, знаешь Всю серию Ты просто перевозишь уголь От горнодобывающей машины До склада Здесь вот что-то типа Горнодобывающей машины Я прям чувствую себя Очень полезным здесь Что я работник месяца Слушай, нормально Она вообще заезжает спокойно О, хорошую дорогу ты построил Отлично Фишка в том, что можно построить Еще одну такую тележку И прицепить ее сзади Как прицеп А, и вообще можно батареи Этих пауэрбанков наставить Вообще Будет просто Передвигающаяся батарея Слушай, мне вообще Мне очень нравится гонять на ней Она выглядит круто Немножко потерялся Единственный минус в том Что если сделать прицеп То он будет Очень сильно прыгать Дергаться И возможно Багнит нам Вообще И сосю в целом Сейчас я селфи сделаю На фоне машины На фоне машины Крутого 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 Один Мы за него получим Обидно Нам нужно больше Лить ума Добавили С новым обновлением Больше крафтов Я думаю В игре вообще Очень большое будущее Ты куда? Ты куда? А ты обмен, да? Сделал Это обмен, да? Полетел Все, я понял Так Хорошо А где у нас батарея заряжается? А на любую платформу Что самое интересное Знаешь, все Я на солнце пошла заряжаться Ага Шикарно Шикарно Давай сделаем вторую кабину Или мы Или не будем делать Тогда мы не сможем Возить батареи Мы можем сделать Две машины Но нам нужно Нужно два соединения Соединения Где-то здесь валяются Вот раз соединение У меня есть Кабина не на тушь Тяжело Соединение у меня есть Одно, да? Вон, пихай, да Ага Сейчас запихаю Давай Ва-ва Я прям видел, как ты из-за спины Вот на столбах Положил Вот это классно А что еще можно на этом бриттере сделать? Вон, я смотри, я литиум, короче, тебе Скинул Две штуки сейчас Вот эти, да? Оп Ёлочки Ага, и скрафти Скрафти батарею А я пока понесу Батарея Это у нас Пауэрбанки Вниз Да Так, поехали Солнечная панель Мы можем сделать Склад Ветро-турбина Батарея Генератор И жилище Одноместный И все, понятно Ветро-турбина Кстати, тоже штука полезная Можно будет одну сделать В пещерах Очень сильно дует ветер Он может зарядить нам батарею Прямо можно уже песни писать Вообще Астронирский 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 Пресни Фольклор Yeah Мистер Пьютин Нет Яп Мистер Пьютин Не был здесь Он не Космонаута Ладно Все, батарея заряжается Круто Поехали Я тебя Отвезу Сейчас, погоди Сейчас я батарейку Возьму Вниз А у нас войдет еще одна батарея? Нет, не войдет Поэтому пока что оставь ее здесь Но мы сейчас спустимся Мы сделаем еще одну машину Отцепим здесь кресло Прицепим его Вот так войдет, нормально Че не удержал? Ладно О, смотри, у нас тянить алкай будет Ооо Нет, кто первый сел Того и тапки А если я буду пытаться рулить? Блин, она потребляет энергию Нашу В батарею Серьезно? Да Так Блин Мои перевернули Айорь Побери Лидж Беги Скорей А почему она Почему она Батарею тут потребляет? А потому что машина потребляет Энергию Срочно-срочно-срочно-срочно Надо выдергивать ее Вот так вот Оп Все, воткнули Так В базу надо в базу втыкать Готова Есть контакт Вторую тоже еще Вторую батарею Тоже надо снять Мой Будешь заняться этим Теперь Что нам нужно? Нам нужно А4 алюминия Вот что нам нужно Алюминий Где-то был Кстати, он где-то валялся Здесь Тут у нас необработанные Три алюминия Так вот алюминия Один есть Ой, все отлично Тогда он Сейчас У тебя Работаем А3 Вот Они сейчас Обработку Пройдут Ух ты Блин, у тебя там Ничего себе Металлоплавильный завод Вообще Да Целая Процессия Еще один Да, алюминия Нужен нам? Не, все нормально Все три Воткни один сюда А, у тебя просто Руда было Он просит соединение А по секунду Что? Ты хочешь обычный планетоход? Нет, мне нужен Обычный планетоход Нам нужен Тележка Тележка Штука хорошая Все Я поставил Все Запускай Запускаю Жалко, что и кастомизировать нельзя Ну там номер сделать крутой Блин, крутые тележки У меня Я вот когда хожу У меня почему-то Где-то вот В районе Ног Какой-то зеленый газ У меня все время Какой-то поднимается Это что? Это Метеоризм называется Чем кушаешь Понял Все Намек я понял Хотя Мне кажется Это просто здесь Местная фауна Такая Зеленая Я вот кстати Тоже сейчас Вот вижу Что Ты не один С такой проблемой Тоже, да? Нам надо Что-то короче Придумать Какие-то медикаменты Что-ли Антимедик Как-то противометеоритные Метеоризмные Препараты Метеоризмные Вообще Вот то, что мы сейчас Ну так Если вот уже По чесноку Ну давай Мы катаемся Возим Возим энергию Сверху вниз Это такое Жиробесение Или как это? Это не то, что Жиробесение Это можно Все гораздо проще Мартишкин труд Короче, да? Вот так Это называется Ну да, наверное У меня мало Можно сделать Все гораздо проще Можно Ветровиков Сюда Понасовать И я не буду Слушай, у меня сейчас Кончится энергия О, у меня кончилась энергия Все Я не успел Я не успел Заехать даже Вот это гон О, я по землю провалился Держись, держись, держись Держись, пожалуйста Не падай Потому что я знаю Что происходит Если ты вылезешь из машины Я сяду в твою машину И я вылезу Давай А, она выкатилась? Сейчас я подкачу ее Садись Что с тобой происходит? Так Ну мне нужна какая-то энергия Или мне нужен генератор Чтобы зарядить А где генератор? Куда ты его делал? Ты его там оставил? А, генератор О, не У меня на спине сейчас Кинь его, пожалуйста На машину Потому что у меня органические есть Элементы Я подзарядил бы Это хорошо Давай Наверху, кстати, уже ночь Ну это так Да Что, поехали? Угу Пахли Пахли На самом деле И кнопками тоже можно Управлять Она даже поворачивает На кнопочке нажимаешь Да, что-то Что-то есть Давайте Не тяните, не тяните Что-то мощности не хватает Все Пипи-ка Я сказал Назад едь Что-то Что-то происходит Ладно, так Едем, едем, едем Едем Что с тобой Хорошо Так Что-нибудь Питание Питание не могло Кончиться так быстро Чтобы нам построить Давай построим Ветровики Уже она не едет Она не едет Почему-то Да ты чё Что с ней Так что случилось О Что за ужасы Давай-давай-давай А, бывает багает Да, точно вспомнил Как же я мог забыть Леон Леон I'm coming Давай Я же тебя Все Хлеб и соль Вот опять затормозило Хлеб и соль тебе Куда надо Соль Ну понятно Хлеб точно не надо Не сыпь мне соль на хлеб Не сыпь мне соль на масло Так Найс Что нам нужно Нам нужно сделать Ветровики А для этого Нам понадобится Алюминий У меня нету Алюминий Надо идти добывать Или отправлять А если найду А ты с какой целью Интересуешься С какой целью Интересуемся Заряжаем машины Ждем дня Где я думаю Вот-вот Нагрянет Буря 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 Что делать У меня где-то здесь Было Вот какая-то Яма Здесь небольшая Есть Вот Давай сюда В яму Достаточно Этого будет Нет Нифига Недостаточно Погоди Ааа Не рой Зачем Слушай У нас нету Кислорода Здесь Ааа Кислорода Нет Где кислород Вон он Кислород Если что Будем бегать Держаться Вот он Здесь кислород Все Давай Отлично Я сейчас упаду Погоди Аааа Провалился Сквозь Отрыть Тебя Провалился Я еще здесь Не надо Зачем ты меня Тоже Скидываешь Туда Типа Упал Сан По тени Другого Все Давай Просто Переждем Все Все Хорошо Все Хорошо Да Вот Смотри Здесь кислород Есть Подышим Немножко Земля Трясется Такой Туннельчик Там Смотри Маленький Прорыв Видишь Летят Камни Ой Камни Нормально Мы под навесом Все Хорошо 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 Не достанете Чепуря Конечно Конкретно Я Вспоминаю Мэтм Макса Мэтм Максик Тоже Я Еще Так Никогда Опасно Не Пережидал Бурю С тобой Вот Свяжешься Потом Не знаю Куда Деваться А вот Со мной Всегда Так Я Из-за Своей Промечивости Куда Нибудь Заведу Что Потом Хоть Стой Хоть Падай Лучше Лучше Не падать Да Здесь Лучше Не падать Все Все Готово Выходим Путь Спасибо Моисей Как Моисей Да Все Обратно Заделываем Наши Как Рыб Не дай бог Сюда Машина Наша Провалится Это Будет Печально Итак Значит Нам Нужно Нам Нужно Алюминий Да Мы Пойдем Добывать Видимо Где То А Вообще Под землей Надо Открывать Контейнеры Как Можно Больше Кейсы Смыс Кейсы А ты знаешь Что у нас Кейсы Здесь Есть На деревьях Да Ты Теп Не знал Вот У меня Кейс Все Класс Давай Ходиться Вот Еще Офигенно Снущий Раньше Мне кажется Их Тут Не Было Делал Небольшой Перерыв Просто Между Сериями И Поэтому Наверное Сгенерировалось Может Так Выросли Так А Куда Где У Тебя Они Исследуют А Вот Вижу Исследование Завершено Нужно Больше Нужно Построй Зиккурат Медь У меня Есть Медь Найс Медь Это Неплохо Как Алюминий Только Медь Ха Это Как Медь Только 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 Другая И тут У меня Двойка Короче Выпадет Соединение Ладно Соединение Стало Серьезно Буквально Две Серии Назад У нас Из Таких Штук Выпадало Только Титан Еще Там Вот Такие Другие Штуки Интересные Но Не Вот Это Гидрозин Выпал Гидрозин Топливо Кстати Это Хороший Гидрозин Да Это Топливо В общем Хорошо Что Мы Обменник На самом Деле Сделали Потому Что Сейчас Можно Если Все Обменивать Не То Что Нам Надо Не То Что Нам Игра Пытается Сучу Какие Остались Кейсы Еще Вокруг Все Собрали Дальше Растительность Я Что То Я Там Паврасывал Посмотри Валяются Такие Жеванные Жеванные Жвачки Знаешь Уголь Уголь У нас Появился Мы Находили Знаешь Огромные Останки Как будто Были Чей То Грудной Клетки Да А ты Что Там В районе Сердца Была Вот Такая Вот Жвачка Ой Если Ее Можно Переживал Жвачка Жвачка Переживачка Жвачка Переживачка Так А Вообще По сути Все Да Но Внизу Надо Будет Открывать Вот То Что Мы Сейчас Здесь Вытащили Надо Вниз Тащить И Кстати До Обновления Я Видел Что Можно Скрафтить Какой Генератор Который Работает На угле Сейчас Так Понимаю Действительно Есть Смысл Его Скрафтить Ну Что Я Уголь Не Мог Тогда Добыть Я Не Есть Карьер На Который Копаем Что Под Землей У База У Нас Есть Батареи Пауэрбанков Мы Тоже С тобой Накрафтили Продолжим Уже В следующей серии Дальше Будем развиваться Выживать Надеюсь Я Что Мы Сможем Осуществить Мою Маленькую Астронирскую Мечту И Мы Отправимся На другую Планету Просто Хочется Посмотреть Как Это У нас Реализовано Ну Это Будет В Следующий Раз А Пока Что Друзья Мои Ставьте Лайки Обязательно И Подписывайтесь На Канал Ссылки На Которые Есть В Описаниях Потому Что Мы Хорошая Команда И Мы Должны Быть Вместе Это Да Всем пока Всем Тортик Ребятки Покедова Я Буду Ма Угли А Ты Будь Всегда На Высоте Здесь Собрались Только Самые Адекватные Я Буду Ма Угли А Ты Подпишись